Газовую фазу Вы исследовали при окислении? Состав газовой фазы? Состав газовой фазы мы не исследовали. То есть мы просто собирали газ, подходящий в процессе взаимодействия, и по объему этого газа рассчитывали энергию активации, и всё. А у природ содержащихся газы были в этом газе? СО2, СО? Это сложно сказать. Это же верхняя формула. Вот эти кружочки что означают? Ну, это просто схема. Это можно не обращать на них внимания, это просто может быть непарятно обозначен коротиновый слой. За это надо обращать внимание. Дело в том, что в органической химии вот такой кружочек означает в бензольном кольце 6 электронов. В бензольном кольце. А в структурах нафталина и фенантрена, количество тут у Вас получается, если всё посчитать, у вас получается 18 пи электронов, а 18 пи электронов в этой системе нет, там всего 14 пи электронов. Я с вами согласна, поэтому да, я согласна, это некорректная схема. У вас технический углерод, а есть природный углерод, он как-то отличается по структуре, и почему вы его не использовали? Ну, технический углерод, промышленно выпускаемый, конечно, будет отличаться от того углерода, о котором вы говорите, но дело в том, что мы используем именно промышленно выпускаемые марки технического углерода с известными свойствами, с фиксированными свойствами. Возможно, в дальнейшем мы будем использовать и какие-то теории, углерод содержащие материалы для исследований. Это же может быть уголь, это может быть не уголь, а углерод. И что такое природный углерод? Из чего графит делают? Из природного углерода. Нет, графит получают... Графит непосредственно имеет месторождение, поэтому сам его не получают. Его добывают в виде аморфного графита, а потом в пеках делают графит. Ничего подобного. Ну что, при литературе там...